Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Мы продолжаем рассказывать об очень интересных, памятных, знаменитых партиях, которые когда-либо были сыграны в истории человечества. В первый раз мы с Мариной коснулись так называемой бессмертной партии, сыгранной в середине 19 века между Адольфом Андерсеном и Леонелем Кизерицким. Затем речь пошла о поединке Хосера и Улька Пабланка против Фрэнка Маршала. Эта партия была сыграна в 1918 году и, собственно, с нее и началась популярность контратаки Маршала. Хотя в дальнейшем последователи Маршала, если так можно выразиться, трактовали, как правило, этот дебют несколько иначе. Но партия выдалась невероятно яркой и запоминающейся. А сейчас я хочу привлечь вашему вниманию вторую партию первого матча на первенство мира между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым, которая была сыграна в 1984 году. В отличие от двух предыдущих поединков я был свидетелем, во-первых, этой партии, а во-вторых, я имел хотя бы некоторое отношение, некоторое касательство к тому, что происходило на доске в колонном зале Дома Союзов в начале сентября 1984 года. Дело в том, что в 1984, 1985 и 1986 годах я был вначале одним из тренеров, потом одних из официальных тренеров Анатолия Карпова, и в той или иной мере участвовал в его подготовке к матчу. И могу сразу сказать, что тогда, перед этим матчем, да и вообще, и даже перед несостоявшимся матчем с Фишером, Карпов производил неизгладимые впечатления, если можно так выразиться, скоростью схватывания, скоростью соображаловки, скоростью обработки информации и точностью принимаемых им решений. И вот летом 1984 года впечатление это было очень сильным, и я, в общем-то, хотя бы в силу этого обстоятельства, в силу того, что я очень много общался тогда с 12-м чемпионом мира, считал его в предстоящем матче бесспорным фаворитом. Конечно, играл немалую роль и его опыт. А что касается формальных параметров, ну, вы знаете, что после того, как Анатолий Карпов был провозглашен чемпионом мира без матча с Фишером. Фишер тогда от этого матча, как вы знаете, ну, отказался, уклонился, можно в разные использовать слова. Так вот, Анатолий Карпов начал выигрывать один турнир за другим и превратился в глазах человечества шахматного в бесспорного чемпиона, в шахматиста, который сильнее всех на голову. Однако затем появился Гарри Каспаров. Гарри Каспаров был на 12 лет моложе Карпова, и к моменту, когда игралась эта партия, когда начинался этот матч, матч первый, 1984 года, в силу того, что он, Гарри Каспаров, выиграл целый ряд турниров с очень высокими результатами, крупных гроссмейстерских турниров, его рейтинг даже стал чуточку выше, чем у Анатолия Карпова, и эти два шахматиста очень сильно, очень заметно отрывались от ближайших конкурентов. Еще одно обстоятельство. Гарри Каспаров играл в очень яркие, такие напоминающие талевские шахматы. Он производил неизгладимые впечатления на очень многих, но с другой стороны, понимаете, ощущение того, что все-таки шахматы игра правильная, и если напротив него будет сидеть по-настоящему храднокровный, сильный, супермасштабный шахматист, то вот такого рода идеи они могут и не пройти. Вспомним, что Михаил Таль, блистательно выигравший в свое время претендентский цикл, затем разгромивший в первом матче Михаила Ботвинника, затем во втором, ну можно говорить, конечно, Таль был немножко болен и так далее, но во втором, ну можно сказать, что Ботвинник не оставил и от Тали, и от стратегии Тали камня на камне. И вот в силу этих обстоятельств все-таки мне казалось, что коса должна найти на камень. Ну а продолжая в определенной степени тематику предыдущей программы, то, что происходило в знаменитой партии между Хосе Раудем Кабаланкой и Фрэнком Маршалом, я предлагаю вашему вниманию второй поединок. Второй поединок этого самого первого матча, поскольку в нем произошло такое острое, очень интересное, сверхлюбопытное дебютное столкновение, столкновение идей. Ну давайте более конкретно. Итак, в этой партии белые фигуры принадлежали Гарри Каспарову, начиналась она при счете пол очка на пол очка, или если использовать ту систему зачета, которую использовался в матче, счет оставался неоткрытым, 0-0, а до этого, вот очень важный момент, о котором я как-то в своем предисловии не упомянул, до этого матча 2К сыграли между собой всего лишь две партии, обе они закончились в ничью, ничего слишком интересного в них не происходило, зрелищного, острого, судьбоносного, поэтому всех интересовало, вот как же, как же пойдет борьба между этими двумя титанами, молодым взлетающим Гарри Каспаровым и, ну находящимся в расцвете сил Анатолием Карповым. В первой партии этого матча, в который белые фигуры принадлежали Карпову, ничего интересного также не произошло, такого очень острого, то есть была разыграна сицилианская защита, Шевененген, ничего опять же, все ожидали того, что именно в этом дебюте пойдет борьба в тех поединках, когда белые фигуры принадлежат к 12-му чемпиону мира, а вот в следующей партии белыми играл Гарри Каспаров и, конечно же, было любопытно, во-первых, какой ход первый он сделает, то есть главным оружием Каспарова тогда был ход Д4 и, ну, дальнейшие различные системы, о которых хотя бы мельком я сегодня, на которых я остановлюсь, о которых коснусь. Итак, первый ход Гарри Каспарова, как и ожидалось, был Д2-Д4, Анатолий Карпов сыграл Конь Ф6, С4, Е6, Конь Ф3, ну, ничего неожиданного, Б7-Б6, ну, здесь первая развилка. Дело в том, что на протяжении своего, можно сказать, детства, а это детство очень быстро переросло в творческую зрелость, потому что уже в 11 лет Каспаров стал кандидатом мастера, затем где-то в районе 15-16 начал выигрывать очень крупные турниры, было понятно, что шахматист, ну, потенциальный чемпион мира, шахматист огромнейшего масштаба, но, ну, вот его репертуар тогда состоял, в первую очередь, из различных модификаций системы Петросяна, атаки Петросяна, начинающийся ходом А2-А3, часто он играл Конь С3 здесь, и тогда мог получить так называемый новоиндийский гибрид. И вот скажу сразу, что и ходу А3, и ходу С4, конечно же, мы, то есть Анатолий Карпов, и которому на этих направлениях помогал я, потому что все-таки новоиндийская защита, защита Немцовича, это были мои основные дебюты при игре черными, и вполне понятно, что каждый из помощников Карпова, он, в общем-то, работал в основном на тех направлениях, которые ему были хорошо знакомы. Вот какие-то другие дебюты, я просто не сувался, я даже плохо представлял иногда, что там происходит, там была целая группа помощников. А это все-таки хотя бы отчасти было моим направлением. Было понятно и то, что, в принципе, Гарри Каспаров может делать ход G2-G3, который встретился с этой партией, G2-G3, и Анатолий Карпов всегда, вот до этой партии включительно, делал в этом положении ход С7, а потом, после нее, перешел, переключился полностью на ход С6. Ход, уже тогда ставший очень модным, хотя и С7 отнюдь не вышел, так сказать, из моды, из употребления. Так вот, ход С6 это тема для отдельного разговора, он считается сейчас основным полуобязательно в этой позиции, а С7 встречается редко. Но тогда Карпов всегда играл С7, но я играл тоже С7 в тех партиях, которые доходили до этого положения, когда я имел черные фигуры. Так вот, С7, С7, все логично, короткая рокировка, короткая рокировка, ну и вот здесь, ну, обязательным, так сказать, автоматическим считался тогда ход К3. Очень много Карпов сыграл партии скат с ходом К3, но мне тоже довелось. В своей практике, конечно, это были в основном другие соперники и так далее, но это все-таки были и первые лиги, и высшие лиги чемпионатов Советского Союза. Так вот, на К3 черные играли К4, у белых две возможности, классическая Ф2 и слон Д2. Любопытно, что вот некоторые, скажем так, тренеры Каспарова, некоторые помощники Гарри Каспарова, неформальные, поскольку число формальных, так сказать, официальных тренеров было меньше, чем число шахматистов в бригадах, участвовавших в подготовке. Так вот, некоторые, в частности, Иосиф Дорфман, играли часто с лон Д2 и ставили перед соперниками, вот после слона Ф6, например, на Ферзь С2, определенные проблемы, могут белые немножко по-другому играть, а возможен был и ход Ферзь С2, но тогда взятие-взятие, и Анатолий Карпов очень много партий сыграл с ходом С5. Он никогда не испытывал серьезных проблем, иногда соперники поначалу получали лучшие позиции, но все заканчивалось для Карпова благополучно, и тип позиций вот этих, которые возникают после этого, был ему очень хорошо знаком, и был по душе, что называется, поэтому он их сюда идти не боялся. Ну, а что касается того хода, хода Д4-Д5, который очень быстро в этот момент сделал Гарри Каспаров, то однажды мне довелось бороться против этого хода, встретиться против соперника, который его неожиданно применил, этим соперником был блистательный теоретик, которого я, нет, сейчас уже среди нас, это Юрий Разуваев, он сделал ход Д5, это был последний тур высшей лиги 1978 года, ну, мы ушли не очень удачно, то есть я в случае ничей, в случае победы ничего не менялось для меня, в случае ничей я оставался, вылетал не в, не оставался в высшей лиге, а вылетал в первую лигу, а не в полуфинал Советского Союза, это было важно, начинать с первой лиги. В случае поражения я, скорее всего, вылетал сразу в полуфинал, а Юрию Сергеевичу тогда нужно было обязательно выиграть, он сделал этот ход, ну, и дальше я помню, какой дискомфорт я испытывал по дебюту, но очень важно отметить, что в этой партии я действовал, в общем-то, правильно, можно сказать, даже безупречно, я получил лучшую игру, хотя позиция была очень острой, у него было меньше времени, но в силу спортивных обстоятельств, когда он предложил мне ничью в объективно худшей, но очень сложной все еще позиции, я согласился, так как гарантировал себе место в первой лиге, а в высшей лиге остаться в любом случае, даже если бы обыграл Юрия Сергеевича, тогда не мог. И вот это была та партия против Разуваева, была сыграна мной в 1978 году под Новый год, а что касается данного поединка, то, как вы понимаете, он игрался в 84-м спустя 6 лет, очень важно отметить, что вот если вы даже или кто-то применяет интереснейшую новинку, перспективную новинку, ну, не складывается у вас, вот не выигрывает эту партию, тем более Юрий Сергеевич тогда получил хуже через какое-то время белыми, ну, на этот ход тогда не обращают особого внимания, ну, сыграли как-то экспериментально, экзотично, белые в данном случае ничего не добились и так далее, но на этот ход не мог не обратить внимание Гарри Каспаров и его помощники, ход очень интересный, соответствующий его, скажем так, и творческому кредо, подходу, ну, стилю. И вот Д4-Д5 было сыграно. Что же дальше? Взятие, конь А4, собственно, в этом стоит идея белых, то есть белые стеснили соперника в центре, теперь, если ничего не произойдет, если черные, например, начнут как-то играть там в Г6, ну, ход плохой, но так, к сурову говорю, то белые сыграют СД, и вот если бы белому удалось сыграть СД и оставить, сохранить свою пешку на Д5, у них было бы явно лучше, их дебютная стратегия умчалась бы полным успехом, поэтому ход С7-С6 практически вынужденный для черных. Говоря о подготовке Анатолия Карпова, могу сказать, я могу об этом, так сказать, свидетельствовать от первого лица, что, конечно же, ход Д4-Д5 имелся в виду. Не исключалось того, что вот где-то здесь будет что-то такое Гарри Каспаровым изыскиваться, находиться, пытается он нечто подобное применить, и были определенные, в связи с этим, выработаны рекомендации для самого себя, как надо действовать. СД белые должны сыграть, конь бьет Д5, пожертвована пешка, конь Ф5, можно начинать не с этого хода, но конь Ф5 посильнее, конь Ц7-ход правильный, безусловно, он был сделан. В чем хитрость? Белые позиционно пожертвовали пешку, но они обрели очень гармоничный расположенный фигур, конь уже нависает на позиции черного короля, встав на Ф5. Это, ну, можно сказать, неприятно, можно сказать, что черные должны испытывать чувство тревоги, хотя, с другой стороны, вот я играл позицию с листа с Разуваевым тогда, я, так сказать, думал, пытался осмыслить, что произойдет при том ином развитии событий, но интуитивно находил правильные ходы. Вот конь Ц3, можно начать с хода Е4, но конь Ц3, Д5, черные все равно должны сыграть, белые играют Е2-Е4, ну и в некотором смысле первая развилка. То есть следующий ход Карпова был сделан быстро, относительно быстро. Я не помню, сколько именно он продумал, но было понятно, что ход с ровно в 6 он сделает, сильнейший ход позиции, который был, в общем-то, ну, скажем так, намечен, имелся в виду. Хотя это не основное направление, разумеется, вот дебютного противостояния, эта позиция. Никто не ожидал в штабе Карпова, но и я в том числе, что Гарри Каспаров пойдет сюда, применит вот это самое считавшееся не очень опасным, интересным, но не опасным для черных продолжений Д4-Д5. Ну, несколько слов. Могут ли черные играть как-то по-другому? Например, если они сразу сыграют слон С8, пытаясь выгнать этого самого коня, то, используя то обстоятельство, что конь атакует слона, стоящего на Е7, он просто разменяется, белые заберут на Д5, у них понятно, что лучше. Два слона, доминация в центре, заметный перевес. Не скажу, что совсем выиграна, но заметный перевес. То есть, слон С8, та идея, на которой держится оборона черных, в данном случае не годится. Если черные заберут на Е4, ну, тоже хочется вот как-то так отреагировать, то белые могут по-разному играть. Вот тоже, ведь ход-то не совсем плохой, скажем так, ДЕ. Но все-таки, безусловно, не лучший. Можно, например, сыграть конь Е4, можно слон Е4, можно как-то еще усилить позицию. Давайте прикинем, что было бы в случае ДЕ и конь бьет Е4, что могло бы случиться. Важно то, что черные не могут разбедять ферзей в принципе, так как промежутки белые дают шах на Е7 и остаются с внешней фигурой и выиграют партию. Что еще можно или нельзя? Ну, скажем, слон С8 здесь, пытаясь взбодрить как-то коня, атаковать его. Тогда конь бьет Е7, взять ТЕ, взять ТЕ, ладья Е1. То есть, примерный вариант. Это не обязательно вариант. Белые могут играть и по-другому. Но я просто хочу показать, что вот на таких вот путях, в рамках подобного развития событий, у белых инициатива, у черных неприятные позиции, пешка лишняя, но инициатива сильная, скажем, А6, там конь С3. И просто играет игра на доминацию, там слон подвязан, никакие разгрузки не идут, конь с Б8 не уйдет, поскольку пешка на С6 атакована белым слоном. Ну, у белых плюс. У белых плюс. Можно и по-другому играть. Короче, ход слона в 6 хороший и, можно сказать, даже обязательный. Ясно, что это лучшее продолжение в позиции, и его сделал быстро, подчеркиваю, Анатолий Карпов. Теперь возможны различные трактовки. Ну, вот, естественно, что Юрий Сергеевич Розуваев, играя против меня в 88-78 году, в конце декабря эту партию под самый Новый год, заканчивалась тогда высшая лига в Тбилиси, ну, он не имел возможности уж совсем так глубоко, досконально вникнуть во все эти самые нюансы позиции. Понятно, что белому ферзю желательно открыть дорогу на поля H5 и, главным образом, G4. То есть, идеи, связанные с атакой пешки G7 и атаки по центру комбинированы, это самое оно, самое главное. Поэтому ход, перекрывающий диагональ G1-H5, ну, просто, или G1-H4, D1-H4, просто в голову играющему белыми не мог прийти. Что будет, если белые здесь пытаются вскрыть центр? Например, сыграть ED, конь бьет D5, конь бьет D5, взятие, сроны в 4. Вот так играть, вообще-то говоря, можно, но проблем, по большому счету, у черных нет, потому что белые облегчили сопернику задачу. Ну, здесь можно забрать на B2, например. То есть, можно белыми и так играть. Вот две пешки целых белые пожертвовали, и имеют они, ну, практически полную компенсацию. Они могут отграть пешку D5, переводом ханя через E3, как-то еще на D6 ходы есть. Ну, по большому счету, и, в общем-то, такие вещи прикидывались, разумеется. У белых ничего нет, но можно сыграть не ED, разумеется, а как-то по-другому. То есть, ED-ход, который нужно иметь в виду, играющему черными, но опасаться особо не надо. Скажем, ход ладья E1 с идеей E4, E5, тогда слон C8. То есть, черные реализуют ту самую идею, о которой я упоминал уже раньше. Но сейчас, когда нет черного слона на E7, когда он ушел на F6, белые не могут взять куда-то, чем-то, вообще, увести коня с темпом с поля F5. Поэтому взятие на D5 не проходит за слон где-то F5. И у черных здесь все в порядке, ладья E1 немножечко не то. С слона F4, ход был сразделан Гарри Каспарова, понятно, что он все анализировал. Коль скоро он применил ход D4, D5, он эту позицию имел в виду, она полуфорсированно возникает. С слона F4, ну и здесь вот бить над E4 снова не очень выгодно. Давайте прикинем, чтобы вы просто понимали, что вот позиция такая очень напряженная, с внутренней динамикой такой, скрытой. Например, если взять на E4, что будет? Скорее всего, белые сыграли бы, я не ручаюсь, но скорее всего, белые сыграли бы просто конь бьет E4. В чем хитрость? То есть все белые фигуры, и два слона, и два коня, ну уже и ферзь на подходе и так далее, все стоят очень хорошо. Если черные, например, здесь взяли бы на D1 в этом варианте, которые не встретятся в партии, поскольку салатовые поля, черные поля салатового цвета, и белые промежутки бьют на F6, бьют на D1. Можно, в принципе, оценить уже то, что получилось. У белых сегодня же за пешку жуткая доминация, у черных жутко порченные пешки. Ну, скажем, конь E6, там слон H6, ладья уходит, конь D6, ладья E7. Просто я довожу вот один из главных, так сказать, вариантов до некого эффектного логического конца. Жертва ладья и мат на E8. Ну вот, видно, что даже несмотря на то, что игра переходит в Эншпиль, после ферзь бьет D1, у белых жуткая инициатива, и у них ясное преимущество, всегда черные идти не должны. Можно здесь, после не совсем точного, я думаю, не самого удачного взятия на E4, сыграть конь D5, тогда слон D6, вариант необязательный, но просто любопытно вот посмотреть. Скажем, ферзь G4 с угрозой коня H6, реальная угроза. Конь H6, шах, пешка G7 связана, поле F8 контролирует слоном с D6, король уходит в угол, конь BF7, белые выиграли. Например, если конь D7, то реализуем, это самый замысел, шах, конь BF7, выиграли ферзя и выиграли партию. Если король H8, уходя от этой, парируя эту идею, тогда слон E7 есть такой ход. Вот, понимаете, здесь очень красиво. Понятно, что это, скорее всего, черные идти не должны. Я думаю, что Гарри Каспаров и его тренерский коллектив, тренерский штаб, все это тщательно анализировал. Вот, скажем, слон E7, вот можно так играть? Оказывается, можно. Вот такие красоты бывают на ровном месте. Но если слон E7, то мат, отвлечение слона. Если ладья E7, то тоже не очень хорошо. Конь бьет F6, угрожает ферзь, бьет G7, мат. Скажем, G6, чтобы вести пешку из полудара, поскольку при взятии все равно ферзь G7, мат. Тогда конь бьет D5, но если CD, тогда ферзь D4, шах по диагонали, ну и все. Король G8, ферзь G7, мат. А если F6, ну взяли на F6, потом там на G7, мат или на H6, коню мат. Это нужно брать в этом варианте на F5. Теперь ферзь D4, шах все равно, ну и там шах, теряется ферзь, и белые выиграли форсировано. То есть ладья E7 не идет, слон E7 мы знаем, нельзя из-за ферзь G7 мат, нужно играть конь бьет E7, тогда конь бьет F6 с угрозой мата на F7 по-прежнему. Если GF, то этот самый мат ставится. Но можно сыграть конь бьет F5, рабеняется страшный белый конь, который создает матовые угрозы, и вроде все нормально, но можно взять на E8. И важно, что нельзя отступить коню из-за ферзь G7 мат, конь на E8 может сыграть, сказать свое веское слово в подобного рода разветвлениях. Вроде бы логично взять на E8, тогда ферзь бьет F5, смотрим на позицию, считаем фигуру, белых лишние качества, доминация по центру, выигранное положение. Ну а если G6, пытаясь как-то изловить коня, конь-то все-таки в опасном положении находится, ну, скажем, ладья E1. Но если ферзь D4, то просто разменялись-разменялись конь C7, ну и выигрыш элементарный. Если конь D7, тогда ладья D1, ну и тоже говорить не о чем. То есть вы видите, что это не годится, можно попытаться сыграть G6, тогда ладья E1. Вот еще один интересный момент, не король H8, мы король H8 исследовали, мы поняли, что конь E7 нельзя, но можно сыграть G6, тогда ладья E1. Вот белые продолжают наметать давление. То есть я как бы вот перевоплощаюсь в одного из членов тренерской группы Гарри Каспарова при подготовке ко всему этому, и пытаюсь вот сейчас уже с использованием компьютеров, которые тогда были недоступны, ну, то есть компьютеры тогда не могли помочь. Что-то они делали, но слабенькие были вообще, о них никто не вспоминал. Так вот, здесь что делать? У белых всего лишь за пешку жуткая ревинация. Можно пытаться сыграть H5, сбить ферзя, чтобы потом получить возможность бить, взять на F5 коня белого. Тогда конь бьет F6, шаг, нужно играть конь бьет F6, чтобы ладья была защищена. Теперь ферзь G5, видимо, сильнее всего. Скажем, конь D7 защищаясь, потому что что делать? Ничего взять-то нельзя. А белые уже создали страшную угрозу, и знакомый нам код слон Е7, который расчленяет всю оборону соперника, и белые легко выигрывают. Сильнее, конечно, не H5, а слон бьет B2. То есть черные забирают вторую пешку, но страшно выглядят атака белых. Тогда, например, конь H6, король идет вперед, конь бьет F7. То есть вот такие комбинационные штучки возможны. Шаг. Белые отдали фигуру, белые играют для фигуры и пешки. Если отступить на G7, тогда ферзь H4 с атакой пешки H7. Если H6, тогда конь Е6, взятие, взятие, НД8 у белых, абсолютно выигрышная позиция. Ферзь за две фигуры плюс жуткая атака. Если сыграть здесь не H6, а конь F6, тогда, наверное, проще всего конь Е6, взяли-взяли, конь D7, ладья Е7. Но материальное преимущество у белых, нет, материального преимущества нет. У черных две фигуры за ладью. Так что продолжим в ряд. Слон H3. То есть продолжается нагнетание давления, там и слон Е6, шаг, и иногда, в данном конкретном случае, слон BD7 угроза. Сразу или постепенно. Потом там на H7 пешка подвиснет. Скажем, конь F8, войдя этого коня. Теперь ферзь H6, создавая угрозу мата на поле G7. Конь Е8, защищаясь вроде бы от всего на свете. Тогда слон Е6, если конь Е6, тогда шаг и мат. Ну а если сыграть король H8, тогда ферзь BF8, мат в один ход. Вы видите, сколь страшна атака белых, если черные отступят королем на G7. На G8 получше ход. Здесь не так все просто. То есть белым лучше всего забрать на D5, отказаться вроде бы от своего такого грозного, разменять грозного слона. Но второй слон остался, конь остался, ладья остались, атака продолжается. Ферзь H4 угрожает ферзь BH7 и мат на F7. Но если сыграть ферзь D7, защищая пешку H7, то перегрузка на поле Е8. Ну и в общем тот самый мат, причем даже в один ход. Ну уж поэтому, то есть единственный ход здесь, единственная попытка защититься за черных, это сыграть H7, H5. Тогда ферзь F4 с угрозой ферзь F7, ферзь H7 мат. Играя без фигуры и пешки, белые продолжают атаку. Эта атака страшна. Что делать черным? Ну угрожает ферзь F7, как защищаться? Ладья F8 единственный ход. Как единственный ход? Единственный ход, но и он не спасает, как говорится. Но здесь белые влезают на поле F7, создавают угрозу ферзь H7 мат и одновременно атакуя слона на Е8. Если ферзь G7, тогда шах и дальше мат на H7, на ферзь F8 проще всего. Если слон G7, ну просто взяли на B7, считая материал, убеждаем, что черных просто полная развалинная и безнадежная позиция. Итак, ДЕ ход не то. Собственно, об этом все знали. И Карпов знал, я знал, разумеется. Но что делать белым после слона C8? То есть черные реализуют основную защитительную идею. Вот они увели слона одного с поля Е7, чтобы не балконе Е7. Укрепились в центре немножечко. И играют слон C8, пытаясь сбить коня на F5. Опять же, вот подчеркну, что до этого положения все очень легко досчитывается. И дальше изучаются возможности белых, которые здесь... Которым они могут прибегнуть, которые могут здесь использовать. Ну, скажем, Ферзь G4, пытаясь нагнетать как-то давление на фланге, там Е5 угроза. Ну, тогда G6 просто, скажем, шаг, отступление, Ферзь F3. То есть попытка как-то усилить давление, у белых все-таки Ферзь был под атакой. Конь F5 как минимум не выигрывает. А, скорее всего, черных просто лучше. Но, если белые есть белые, а белые хотят играть на выигрыш, то, разумеется, ход Конь F5 смотреть не надо. Хотя бы в причине повторения ходов. Ну, здесь Конь Е6 можно сыграть, взятие, Конь бьет F4. На самом деле, позиция не такая простая. Правда, бить на F4 Ферзьем невыгодно, потому что он G5. Ну, и в такого рода вариантах оказывается, что не получается у белых ничего. Нужно не торопиться со взятием на H6, чтобы не иметь проблемы на пункте C6 и на диагонали. А вот тут уже после C5, когда мы сбросили две пешки, когда DC-ход встал для белых невозможно, можно сыграть Конь D7 и еще отогнать белого Ферзя, сыграть куда-то дальше. И оказывается, что Конь все равно обречен. И вот в такого рода вариантах, оказывается, выясняется, что у черных лучше. То есть белые здесь ничего предпринять не могут после Ферзь F4, а можно сыграть GF. Ход интересней, потому что атаковать белые фигуры черным трудно. Можно забрать Коня, но висит на C6 и напряжение по диагонали G2. А8, эта штука серьезная. Ну, скажем как там. Король H6, тогда взятие на C6, там слон бьет C3. C7, взятие, взятие, Конь C6, Ферзь бьет C6, взятие, взятие. Ну, позиция, на самом деле, близко к равной. Но можно еще попытаться на большее претенданную черными взять на C3. То есть, видимо, здесь у них просто лучше. Компенсации вот в этом варианте нет. И мата или какой-то серьезной атаки на черного короля быть не может. На взятие следует Коня 6, тонкий ход. Конь переходит на C7, можно там C7 сыграть. Но после этого, в такого рода вариантах, все равно ладья А8 защищена Конем C7. И черного будет две фигуры за ладью. И лучшая игра, поскольку слабости у черных нет, а у белых есть лучше у черных. Это к вопросу Афер G4. Можно сыграть ладья Е1, тоже это ничего не дает. Сразу скажу. ЕД не годится по причине простого взятия на F5. То есть, ход слон C8 парировал идею ЕД или потенциальную угрозу. Но если сыграть, например, Конь D6 здесь за белых, тогда G5 неприятный ход. Черный такой удар на нос, избивает белого слона. Конь бьет C8, взятие на F4. Ну и Конь там погряз на C8. Теперь уже видно, что атаки-то реальные не может быть у белых. Никакой на черного крадья. И черный, скорее всего, просто постепенно выиграет партию. Так вот, в этот момент, в этой позиции, до которой партия дошла быстро, немножко задумался Карпов, очень быстро и демонстративно показывая, что все у него проанализировано играл Гарри Каспаров. Молодой совсем Гарри Каспаров, 22-летний. Так вот, в этой позиции Каспаров быстро делает ход G4. Ход, ну, откровение. Откровение, настоящее, дебютное, новое, так сказать, веха в теории дебютов. И скажу сразу, что вот после этой партии число, скажем так, сторонников позиции этой за черных резко поубавилось. И вообще, вот Карпов ни разу после этого против Гарри Каспарова не сыграл слон B7 на индийской щите, а выставлял всегда слона на А6, чтобы вот не идти сюда. Я думаю, что это главная причина. На самом деле, конечно, ход G4, ну, не выигрывает, прямо скажем. Просто он придает игре очень интересный, очень сложный характер. То, что вот чем-то в каком-то ментальном смысле, то, что происходило в этой партии, сходно с тем, что мы видели в партии между Хосе Гарройом Бабланко и Фрэнком Маршином. Сложнейшие варианты, причем здесь насыщенность их еще выше. Там можно, в общем-то, как-то разобраться, подсчитать, прикинуть, а тут нельзя. Тут, в общем, одной недели до компьютерной эпохи или часа в наше время с использованием технологии Advanced Chess недостаточно, на мой взгляд. Очень сложно, потому что всегда все на нюансах, возникают какие-то позиции, которые близки к равенству формально, но которые то ли вам вы готовы играть, то ли не готовы, и что будет дальше непонятно, и компьютеры свою оценку меняют при естественной игре дальнейшей, следуя даже их рекомендациям. Короче говоря, Гарри Каспаров сыграл G4, и Анатолий Карпов, разумеется, задумался. То есть, стало понятно, что при взятии на Е4 всегда у Белого большая компенсация. Ну, скажем, Де. Тогда вот здесь, в этом варианте, Белые взяли бы, наверное, на Д8. Скорее всего. Бить ладью нельзя, подвиснет конница 7. То есть, нужно отбирать ферзя слоном, чтобы конь был защищен, тогда просто слон Е4, и мы смотрим на эту позицию, в которой у Белых не хватает пешки. Но у Белых сильная инициатива, сильное давление. Черным очень трудно развить фланг, а хотя ферзя и доски и нет, но тип позиции, характер борьбы, Дмитрий Шпильный. Потому что, хотя атака на Черного Короля, скорее всего, не пройдет, но атака, давление по центру, атака на ферзевый фланг, это то, что лежит на моверности. Например, Ж6. Конь Е3. Вот просто вот конь Е3. Опять же, это необязательные ходы, но просто, чтобы было понятно, что здесь может случиться. Отступили назад. Ну, можно сыграть, скажем, слон Б7, и после ладья Д1 у Белых просто получше, черным очень трудно развиться. По ладьям Д белые доминируют, по всем диагоналям доминируют. Там, скажем, конь А6, конь Б5 такой удар, бить на Б5 нельзя, слон на Б7 подвиснет. Но сказать, что у Белых перевес, или тем более решающий перевес, нельзя. Но играть черными неприятно, тем более, когда вы знаете, что соперник ко всему этому подготовлен. И оценить позицию очень трудно. Вот Гарри Кимович Каспаров, особенно это касается второго матча, матча, который игрался в 1985 году, он очень точно ощутил, понял, какие позиции для Анатолия Вильевича Карпова немного неприятны. Которых нет ясности, которые постоянно какая-то подвешность, мелкий счет. То есть нет опорных пунктов каких-то стратегических, опершись на которые, я из-за тавтологию, вы можете, ну, играть почти безошибочно. Что демонстрировал Анатолий Вильевич Капов очень-очень много раз в турнирах, но и в матчах тоже. Вот. Ну, если здесь играет, например, не Сулон Б7, а тут позиция именно такая, к чему я все это клоню. Тут позиция, которую очень трудно разыгрывать, ориентируясь на какие-то стандартные, более-менее представления. А если Сулон С7, тогда Конь Б5 все равно, все связано. Скажем, Сулон Е5, тогда Конь С4, Коня свирепствуют, на Е5 висит, Скажем, Сулон Ф6, теперь Конь Д6. Но я не буду показывать дальше. Но опять же, может быть у белых не лучше. Вот, несмотря на жуткую, так сказать, активность, может быть у белых не лучше, но все фигуры набрасываются на соперника, и инициатива белых выглядит очень-очень неприятной. Это по поводу хода ДЕ, который не хотелось сделать по многим причинам Карпову. Одна из них состоит в том, что соперник, безусловно, к этому готов, а вторая, может быть, главная, та, что не по душе была такая пассивная защита, где у соперника огромное количество возможностей, глаза разбегаются, и что-то он такой здесь припас заготовил, это неприятно. Коня 6 стандартный, действительно, ход сделал после некоторого, не слишком долгого раздумья Анатолия Карпов. Идея в чем? Конь на С7 теперь защищен. Конструкция вот этой, кони на А6 на С7, и их пешка на Д5, она такая вот крепенькая. Слон на С8 стоит как надо, потому что он может взять на Ф5 в нужный момент. Слон на Ф6 тоже. Короче, несмотря на то, что у белых, конечно, выше гораздо активно Сигур, ощущения того, что черных плохо нет. Можно было взять на Д5, конечно, вроде бы, но это сдача, отказ от попыток борьбы за преимущество. Так белые не поступили, ход не очень хороший. Почему? Потому что АС бьет С3, чтобы можно было забрать на Д5, и белые не могли ответить, конь бьет Д5. Взятие, конь бьет Д5, висит слон, который вышел на Ф4, скажем, слон Ж3, там слон Ф5, взятие, взятие, конь С5. У черных лишние пешки, они раскрутились, они отдали двух слонов за двух коней. То есть преимущество у слонов у белых есть, но что еще? А больше ничего особенного. То есть все крепенько. Ну, скажем, С4 можно пойти вот так вот. Давайте прикинем. Скорее всего, просто конь С3. Конь С3, там есть промежуточная идея шаха с Е2, белые могут играть пешку на С6, получат просто похуже. Ну, ферзь Ф3, конь третий, тогда Е4. То есть белые борются уже за уравнение, у них похуже. Это не то, на что они, конечно, могут идти. И Кари Каспаров быстро делает заготовленный, приготовленный, продуманный, проанализированный домоход, ладья АС1. Идея стоит в том, чтобы защитить коня С3, чтобы в случае С3 не пешкой бить, а ладьей. Ладья войдет в игру, и по линии С вообще ладья, ну, принимает участие активное в игре. Там какие-то идеи со С1 бьет С7, если черный конь уйдет куда-то, С6. То есть линия С становится магистралью, по которой белые оказывают давление. И вот здесь, я не знаю, что анализировал перед этим матчем, перед этой партией, вот касательно данного варианта, Гарри Каспаров. Может быть, ход ДЕ, который не уравнивает из-за хода конь Д6, скажем, конь Е6, слон Ж3, вот такое позиционное давление, закаспаренный конь, тогда еще не знали, что конь Д6 за белых или конь Д3 за черных, это грозная сила. Конь бьет Е4, слон бьет Б2, примерный вариант, конь бьет С5, конь бьет С5, ладья Б1, отступление, слон бьет С6, отступление, Ж5, отвлечение важное очень, и после этого конь бьет Ф7. Комбинация. Вот конь бьет Ф7, причем ни слон, никто другой, слон Ф6, конь бьет Ж5, ферзь бьет С6, почему ферзь бьет С6? Потому что, ведь слон Ж3 атакует, стоящий на ладье, на Д8-ю ладью, если ферзь бьет Ж5, то можно дать шах. Ну давайте я все-таки сделаю ход ферзь бьет Ж5, вот такой вот, чтобы все-таки понять, что здесь может произойти. Ну ферзь, ферзь Д5 шах, как я говорил, взятие-взятие, слон Е6. Но если мы посчитаем материал на выходе, то выясним, что у белых лишнее качество. Взятие-взятие-взятие, у белых лишнее качество за одну пешку, ладья бьет Б8 и все шансы победить. То есть сюда черные идти не должны. Лучших вот поэтому не взятие на Ж5, а взятие на С6. Почему? Поле Ж2, черные пограживают ходом слон Б7, оно и отмечено все это значками, стрелками и так далее. Ну, ферзь С2 белые могут сыграть, не надо торопиться со взятием на Б8, да, слон Б7 и черные почти выигрывают. А тут ладья Ф5 надо играть, чтобы ферзь ГТ7 угрозу парировать. На слон Ф5 будет дан шаг по диагонали, понеприятнейший. Здесь все равно шаг по диагонали, дальше конь Ф7, нужно брать, брать, угрожает ферзь Ф8 мат, можно сыграть слон Х3. Слон Б7 малоэффективный, из-за Ф2, Ф3 белые перекроют диагонали, черные ничего не отыграют, а слон Х3 отыгрывает качество. Ну, Ф3, взятие на Ф1, на самом деле качество не отыгрывается, потому что можно забрать на Б8. Посмотрим, глядим на позицию, у белых лишние качества, за пешку, у черных кое-какая компенсация, маты не получаются после правильного хода слон С4. Кстати, тоже интересная штука. Если взять на С4, то ферзь Р6 шаг и взять на Б1. Тактика. То есть мат не получается, но можно дать или отступить ферзьем, или дать шаг на С8. У белых лучше, поскольку у них лишние качества. Может быть, не решающее преимущество, но бесспорно, что у белых лучше. То есть доехал, черным делать не хочется. Здесь Карпов задумался. И вообще, вот партия чем еще интересная? Что оба соперника выходили на нее, находясь в расцвете, так сказать, на пике. Гарри Каспаров еще решил применить и применил дебютную новинку. Вылавливает соперника, навязывает свою игру. А Карпов готов ну оспорить замысел белых. Все-таки сказать, что это безусловно выигрывающий или такой уж сильный замысел, который ставит перед черными решениями проблемы близкие к неразрешимым, нельзя. И вот такая позиция и Карпов делает ход с Ланда 7. Ход с Ланда 7, ну, я думаю, что практически не анализировался Гарри Каспаровым. С этого момента начинается уже игра с листа не только для черных, но и для белых. И это придает всему происходящему большой интерес. Времени, конечно, Карпов уже подзатратил, но не очень много. Он понимал, что нельзя лезть в цветнов выраженный такой яркий. А белые отдали пешку. И что делать? Просто разгружать позиции и довольствовать с уравнением? Ну, не для этого все затеяно. Ферзь З2 играет после определенного размышления Гарри Каспаров. Можно было пытаться играть Е5. Это тема для отдельного разговора. Но подумав, 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 вот играет Ферзь З2, сохраняет напряжение, хочет подтянуть свои силы. Идея Ж4-Ж5 иногда так же возникает, хотя не всегда, не в этом дело, главное. Ну, Ферзь Д2. Ферзь идет вперед. Конь Ц5. И вот здесь, и это лишним свидетельством является того, что Гарри Каспаров эту позицию уже не анализировал, что ход Слон-Д7, конечно, им не рассматривался, а причина, по которой Анатолий Икарпов сделал ход Слон-Д7, главная, и одна из главных, состояла в том, что ему было понятно, что Слон-Д7 это какой-то боковичок, там анализов глубоких у Каспарова нет, и начнется игра с листа. И этот, в общем, замысел, то есть эта мысль, этот подход себя оправдал. Но вот у Белой здесь могли добиться бесспорного преимущества. То есть ход Слон-Д7 объективно не хорош, но не очень хорош, скажем так. Неплох, не проигрывает, не разваливает позицию, но не очень хорош. Здесь Белые могли сыграть Слон-Д7. Так мог поступить Гарри Каспаров и затем взять на Д5. То есть Белые отыграли пешку и делают ставку на доминацию, но Черный Рейв немножко так, вот если посмотреть как-то на уровне человеческом, интуитивном, ходом Слон-Д7, хотя Белые забрали пешку на Д5, но Черные развились и вроде у них должно быть все более-менее ничего. Но оказывается, ничего особо хорошего у них нет. Ну вроде надо взять на Ф5, Конь опасный, грозный, а тут мы еще и портим пешки, рассуждаю с точки зрения Черных, и затем Ладья Д8. Ну вот, конечно, Черные консолидировались, конечно, на доске порвано материалы о Белых порчены пешки на Крадевском фланге, но активность на стороне Белых ходом Б4, то есть это надо было иметь в виду не Б4, но о чем говорить? Не о чем говорить, у Черных все хорошо. Но ходом Б4 Белые добиваются преимущества. Почему? Ну если, например, наступить конем, тогда последует Конь Е4, на Д5 брать ничем нельзя, если Ладья Д5, то Конь бьет Ф6, Шаха Слон бьет Д5, а если Ферзь Е5, попытка вот так вот перегруппироваться, перестроиться, то Ладья бьет С6, бить пешкой нельзя, Ферзь не Д2 стоит, пешка Д5 связана. Взяли, ну и у Белых лучше. Сказать, чтобы некуда, ну, во всяком случае, идея, идея, которая никуда от Белых не уйдет, Ф4 еще есть где-то идея, у Белых лучше с лишней пешкой. Если сыграть не Конь Б7, а Конь А6, тогда удивительный план. Ферзь Е2 можно сыграть. Вот в нашу Д2-турную эпоху такие вещи легко обнаруживаются. Висит Конь, Конь бьет Б4, Ферзь С4, и Конь в беде в большой. Если С5, тогда А3, и некуда Коню убежать, и он теряется, и Белые добиваются большого преимущества. Тогда взятие на С6 на доске материальное равенство, но у Белых очень страшная для соперника пешка С6 проходная, и у них у Белых бесспорное преимущество, как принято говорить, под столбик. Выигрывать, не выигрывать Белые в дальнейшей борьбе это вопрос отдельный, но то, что у Белых преимущество, это понятно. Я думаю, то есть, ну, это одна из причин, в общем, по которой больше Карпов ход слон Б7 на ВД с леще тени делал, хотя, конечно, понятно, что черные могут не играть слон Д7, избрать какой-то иной путь, но очень сложные позиции, их много смотрели потом по ходу матча и решили, что туда лучше не идти, так как эти позиции вполне в полном соответствии, так сказать, полностью соответствуют духу и творческому креду Гарри Каспарова. Ну, а реально Гарри Каспаров, столкнувшись вот с такой трактовкой слон Д7 и конь С5, вместо хода слон С7, который давал ему бесспорное преимущество, пару четких ходов, чего надо сделать, неочевидно, и у Белых преимущество, вот Каспаров сыграл Е5, это не тот путь, ну, как не тот путь, тоже позиции сложнейшие, непонятно у кого лучше и все такое, но это немножко не тот путь, слон отступает на Е7, ну, тоже, понимаете, вот играют белые Е5, что делать черным, бить на Е5 не хочется уж точно, на Ж5 играть нельзя, Ферзи 2 же не просто так белые сыграли, чтобы иметь возможность потревожить слона и чтобы этот слон не мог отключить на Ж5 с атакой белого слона при вложении разменов, ну, слон А4 совсем не то, вот так, на глазок, поэтому вроде как слон Е7. Белый, надо сыграть слон Ж3, скажу сразу, вот просто играть вот так вот, потом Б4, вот в такой манере, и у Белых, в общем-то, инициатива, конь Д6, ладья Ф8, там Ф4, сказать, что у Белых так уж здорово нельзя, объективные позиции примерно равные. Опять же, вот здесь, что интересно, и что, на мой взгляд, делает эту партию по-своему уникальной, во-первых, совершенно новая дебютная идея, связанная с ходом Ж4, которая дополнила известную идею и полуфорсированно, в общем, до этой позиции с ходом Ж4 доехали соперники, и дальше начинается игра, в которой борьба, в которой два супершахматиста играют, два, без спор, сильнейших шахматиста того времени, причем Гарри Каспаров вот с помощью этой жертвы пешки позиционной придал игре свой, так сказать, каспаровский характер, он был молодой, но как он обыгрывал своих соперников, тогда большинство супер, ну не супер-грассмейстеров, я не знаю как, просто очень сильный грассмейстер, за заключением Карпова, так сказать, в барабан эффектно и так далее, но и Карпов тоже добивался огромных таких выдающихся результатов, и вот они встретились между собой, и такой вот стык к настоящему, острый. Так вот, вместо хода слона Ж3, который осложил внимание, который придавал игре, сохранял полностью напряжение, Гарри Каспаров решил, что пора все-таки этого слона изничтожить, я согнал его с поля Ф6, загнал назад на Е7, конь на Ф5 уже ни в какой атаке участие принять не сможет, потому что, ну, Фержи 4 идеи нет и так далее, он под ударом, конь, возьму на Е7, возьму на Е7 и сыграю слон Ж5 тактически. Вот ход Х3 давал белому просто перспективную позицию. Опять же, не скажу, что лучше, игра примерно, позиция примерно равная, можно было сыграть и так, но, коль скоро вы уже взяли на Е7, надо, по идее, по-человечески, атаковать дальше. Слон Ж5. Использую это обстоятельство, что брать на Е5 нельзя. Если взять на Е5, то от слона Ф4, Ферзь атакован, он должен к коту идти, взяли коня, лишние фигуры у белых, выигранная позиция. Поэтому Ферзь наступает на Е6, на то единственное поле, куда он может наступить, пешка Ж4 атакована, позиция сложнейшая, у белых все-таки, наверное, получше. У белых получше, они играют H2, H3, потому что пешку Ж4 нужно защитить, и они говорят, ну, по-прежнему брать на Е5 нельзя, это слон Ф4 потеряется конь, и они, белые, говорят, я сейчас надвину пешку Ф, до Ф5, ладью там на Е1 поставлю, и смету всех на королевском фланге, я играю в такую масштабную игру, нагнетательную, красиво, эстетично, мощно. А что делать черным? На самом деле, позиция не ясна. Позиция не ясна, но вот H5, например, здесь ход не тот, потому что белые играют Ф4, взятие, теперь Ф5 атакует, то есть идея та самая, о которой я говорил, реализуется, здесь ладья Е1 даже, и у ферзя нет нормальных полей для отступления, а после Ферзь Д6, включение ладья Е1 полезно для белых, слон Ф4, до коня добрались, там можно сыграть Ф6, можно что-то еще, но понятно, что у белых явное преимущество, величину преимущества не будем обсуждать, не так у черных плохо, много пеших, и фигура стоит нормальная, но преимущество у белых. Могло бы сыграть А6, например, и на отступление слона, а лучший ход отступления на Е3, поэтому ход А6 заслуживает внимание, ну скажем, А5 теперь, там Ф4, взятие, взятие, здесь чуточку по-другому все происходит, но слон Ф4, тогда здесь Ферзь бьет Ф5, вот отличие этой позиции от той, что черные забрали ключевую важную пешку Ф5, сыграли Ферзь Д3, предлагают разменяться ферзями, и здесь уже у черных лучше, то есть у черных скорее лучше, чем хуже, так как меняться белым не хочется, а отступление это большая уступка, там Ж, будет, фигуры у черных хороши, пеших очень много, то есть это другая совершенно ситуация, и вот здесь важно, что не слон Ф4 белый играет, то есть не реализует ту идею, которая всегда была очень эффективна, на других, так сказать, направлениях, а могут сыграть АЖ, Ферзь Ж3, лучшее возражение черных, Б4, заваруха страшная, Конь А6, а куда еще, то есть Конь Е4 разменялись, там слон Ф4 все висит, на С7, белый выигрывает как минимум фигуру, а здесь Б5, СБ, ладья Ф4, начинается ловодя Ферзя, выгрожает слон Ф2, но и у белых лучше, сказать, что у белых выиграны нельзя, поскольку черные могут сыграть Ферзь Х4, куда-то убежать, ну у белых есть возможность Ж5, то есть видите, игра вообще такая, то что надо, взятие, ладья Д4, доминация, белый жертвует, не считаясь отданными пешками в материал, Ферзь бьет Ф5, вроде надо, но у белых страшная атака, и Конь бьет Д5, вот посмотрите на позицию, просто интересно, угрожает Конь Е7 шаг, угрожает Конь БЦ7, срона Д7 подвисает, и хотя белые отдали сколько пешек? 4 пешки, но ощущение такое, что черным не сдоборвать, что они развалятся, это просто к вопросу о характере игры, я не думаю, что надо анализировать позицию дальше, но представление о том, какие здесь красоты, какое богатство, внутреннее содержание, позиции, скрывается, в тех или иных вариантах, но этот вариант дает, иллюстрация такая неплохая, ну вот здесь Анатолий Карпов сыграл Ферже 6, ход, который дает белым лучшую игру, то есть у белых, видимо, все равно получше, но после Ферже 6 у белых точно лучше, они играют Ф4, хотя с другой стороны, а может и правильно сыграл Карпов, вот я так думаю сейчас, вот Ферже 6, Ф4 вроде как еще, на самом деле был у белых другой путь, они бы могли сыграть Б4, и на конь Д3, Ф4 сбить структуру черного в центре, разрушить, и у них тогда действительно инициатива, а Ф4 такой напрашивающий, естественный, хороший ход с идеей Ф4, Ф5 приводит к тому, что все далеко не так ясно, черные располагают возможности Ф7, Ф6, и теперь Ф5 нельзя сыграть, поскольку подвесен срон на Ж5, нужно играть ЕФ, как и было сыграно, взятие, и срон Х4. Хочу подчеркнуть, и обратить ваше внимание, что при всей ответственности решений, принимаемых сторонами на каждом ходу, объективная оценка почти не от... вот стрелка вот эта символическая, не отошла от положения равенства. Сложнейшие позиции, близкие к динамическому равенству, например, черные могли сыграть Ф6, тогда срон Ф2, вот надо так сыграть, слон переходит на Д4, и вот белые могут вот в такой манере тогда играть, пока слон Е3 с угрозой движения вперед, там Ф5, теперь конь Е2, ну и белые перегруппировываются, вот начинают так нагнетать давление, у них, видимо, получше. Сложная игра. То есть даже ход Ф6 ничего особенного, так сказать, не теряет, не является такой уж ошибкой. Ну, Карпов не был бы Карповым, да и вообще любой человек в нормальной ситуации играл бы Ф5. Блокада. Все-таки Ф4, Ф5 на психику действует идея, Ф4, Ф5, другая идея, конечно, которая действует на психику, давит на вас, это идея Б4, потом там Б5, развал центра, все фигуры белых оживают, черные коровки открыты, так далее. Теперь можно было сыграть ЖФ, вот странная идея, ЖФ, и, видимо, позиция примерно равная, причем важно, что черным не очень выгодно играть слон Ф5 по причине Ладия Ф3. С идеей Ладия Ж3 прямой наводкой связать ферзя, выиграть его, ферзь Х6, например, Ладия Ж3, отступление на Ф7, на Х8 черный король после ферзь Д4 получит мат, здесь же слон Ж5, ферзь идет на Д6, и теперь Б4. Можно Конь Д1 с неясной игрой, такая идея есть, но самый главный вариант, который считается, это вот Б4, потом Б5, попытка развала на фланге, позиции черных, не по фланге, а в центре, вокруг пешки Д5, какая-то зоворуха идет, король черных открыт, сложнейшая ситуация, Ладия Бежи 5, лучший ход, Ладия Бежи 5, Конь Бежи 5, вот в таком порядке все это защитить, Ладия Е8, на доске материальное равенство, Ладия Ф1, слон связан, король Ж6, взятие на С6, Д4, чтобы не допускать Конь Бежи 5, сильной атакой у белых при материальном равенстве, здесь Конь Е4, нельзя играть слон Е4 из-за Ладия Ф6, лучший ход, Ладия Бежи 4, взятие Ферзь Ж3, слон Ж2, Конь Е6, ну вот поиграли-поиграли, здесь у белых просто выигранное окончание, на самом деле, то есть, опять же, я привел, так сказать, компьютерный вариант, как вы понимаете, потому что человеку за конечное время дойти до этого и уверовать в то, что все эти ходы не какие-то от фонаря сделанные, а действительно, видимо, близкие к сильнейшим, трудно человеку, вот, но слон Ф5 ход не тот здесь, а можно было сыграть Ферзь Х5, слон Е7, Ладия Ф7, Ф6, вот идти по такому скользкому льду, то есть, допустить белую пешку до Ф6, вроде король черных под матом, но можно взять на Аш3, и оказывается, что ничего особенного не получается у белых, то есть, они создают угрозу, у Далаги Ф7, например, угроза, можно сыграть Конь Е6 здесь даже, там, Конь Е2 защищает пешку, там, такого рода игра, сложно вообще разобраться в ней, может быть, у белых даже получше, сложно понять, чем это все кончится при правильной игре, а можно сыграть Ф5, здесь вместо Конь Е6, там, Король Х2, здесь более такой наглядный, дидактичный вариант, белые устраиваются, мат хотят дать, но пока Ладья связана, если Ф6, тогда, видимо, вот это лучшее для обеих сторон, это ничья, соглашение на ничью, то есть, выигрыша, мы и у белых нет, но у черных, разумеется, тоже король их очень открыт, может сыграть Конь Е4 здесь, замахнуться на большие черные, но это все равно, победы, конечно, черным не дают, Король Х1 с угрозой, Ладья Ж8, Ф4, отступление, Ф4, и очень похоже, что лучше хода Ладья Ж3 с ничьей нет, поскольку в случае Ф6, пытаясь поставить мат, кажется, что все, плохо черным, смотрите, есть такое ощущение, а тут Ф3, шах, отвлекается Ладья, взятие на Ж6, шах, Ладья Ж7, и считаем материал, и выясняем, что у черных преимущество, можно, правда, сыграть Ф7, можно выиграть, нельзя выиграть качество, Конь Е6 здесь ход, Ладья Ф1, Е3, и в случае Ф8, взятие Е2, черный выигрывает, и вообще у черных здесь получше, не скажу, что выигранная позиция, но у черных получше, но вообще тоже так, черт ногу сломит, но можно белыми сыграть, конечно, вот так вот, Владья Ж3, и вынудить повторение позиции после Ф6 и так далее, то есть это к чему, вот можно было сыграть ЖФ, и, видимо, белые в безопасности, но, это первая партия, первого батча, до этого соперники Каспаров с Карповым не играли, Гарри Каспаров применил удивительную новинку, идею, можно по-разному это называть, он замахнулся на многое, позиционные жертвы пешки, иду вперед, и времени у Анатолия Карпового было меньше, ну, играть ЖФ, и просто довольствоваться малым, это совсем не то, и он, Гарри Каспаров делает ход Б4, который меняет характер позиции, но и с чем хитрость, что если Конь Е4, тогда взяли, бить ДЕ нельзя, висит слон на Д7, ферзь его возьмет, а в случае взятия такого, Ф5, но у белых позиция технически выигрышная, сильная атака за бесплату, ну, почти за бесплату, за пешку, там все фигуры входят, но черные могут сыграть, и они так и поступили, на Б4, на ход, сделанный Гарри Каспаровым, ФЖ, то есть Карпов на высоте, на атаку своих фигур, он отвечает контр-атакой, контр-ударом, взятием на Ф4, что делать? Если БЦ, то взятие на Аш3, ну, тоже, ситуация же совсем непростая, можно сыграть Ладья Ф2, фигуры у белых на доске лишние, бить на Ж2 нельзя, Ладья Беже 2, Ферзь связан и так далее, но оказывается, что можно, слон Ж4, линия перекрывается, мата нет, что делать белым? Белым надо играть Конь Е2, как-то подтягивать резерв, черный забирает еще одну пешку, ну, наиболее такой реальный вариант, можно всегда сыграть Аш5, понятно, то есть как понятно? Ну, в общем, понятно, что у черных не хуже, и понятно, что для белых, это чуточку не то, это по поводу хода БЦ, и не случайно, не удивительно, что Гарри Каспаров не стал брать на Ц5, а сыграл АЖ, пешка на Ж4 подвисает, но белые готовы продолжить атаку, Конь висит, черт ногу сломит, но у черных есть очень сильный удар, Конь Д3, и вот я помню, как тогда, я сидел в основном в зале, смотрел, из зала очень, такое напряжение, это колонный зал Дома Союза, центральный, так сказать, зал советских времен, вообще в стране, можно сказать, самый престижный, наряду с кремлевским борцом съездов, вот, и в пресс-центре все как-то говорят, Конь Д3, кто играет Конь Д3, у него перевес, хотя вот начальное ощущение, вот тех, кто со стороны Карпова на все это смотрел, что да, такой юный корифей, юный гений, применил суперидею, ну и вот в своей манере атакует, а скольких он разгромил, а тут вот так-так-так, все вроде бы логично идет, и Конь Д3, и у черных перевес, в черных действительно хорошо, в черных действительно лучше, ну, например, если белые сыграли бы здесь на Конь Д3, и Ф5, тогда Фердберд, Г4, висит слон, ну, Фердберд, Д3, Фердберд, Х4, смотрим, можно, конечно, сыграть там Б5, можно что-то такое, но на доске у черных две лишние пешки, понятно, что они не пропадут, большой перевес, небольшой, спасутся белые, не спасутся, но разговор идет только о том, спасутся белые или нет, они о чем-то ином, можно сыграть Ладья Д1, тогда Фердберд, Фердберд, Д3, Фердберд, Х4, ну, вот это то самое, если Ф5, тогда Фердберд, Г4, Фердберд, Д3, ну, мы об этом, так, кстати, говорили, собственно, есть у белых и другой ход, другая возможность, и понятно, что после Конь Д3, хоть скоро Ф5 не идет, Ладья Д1, Ладья Д1 не идет, нужно жертвовать качество, и, безусловно, идя на все это, Гарри Каспаров, Гарри Кимич Каспаров заготовил ход Ладья Ф3, то есть, висит Ладья И ладно, забрали Ладью черные, а белые играют Ф5, не берем, красиво, и главное, сильно, то есть, хоть скоро белые уже сюда пошли, то так они и должны трактовать все это, бить на Г4 теперь неправильно, тогда Ладья Ж3, Харри Фердберд, Г3, Соломберд, Г3 висит еще на С7, но Ладья Е8, доске, не считая приблизительно двух-трех лишних пешек, у черных материальное равенство, у черных фигур висят, и на С1, и на С7, поэтому с С7 у белых просто выигрышная позиция за счет материального преимущества, и так Ф4 играть нельзя, следовательно, надо играть Ф7, так и поступил Анатолий Карпов, и белые берут на С1, вначале продвинув, додвинув пешку до Ф5, и считаем пешки и фигуры, лишние качества у черных, и пешка еще, но над их королем сгустились тучи, у белых очень хорошие фигуры, бить на Ж4 нельзя, но у белых потенциал, так сказать, атаки есть, можно было здесь попытаться сыграть ладья кончицей 7, Е8, но это не судило полного счастья, ход ладья Е8, сделанный черными, сильней, вот я как-то все время, вроде бы, пытаюсь создать у вас впечатление, что лучше у белых, и субъективно, наверное, конечно, с открытым забралом, шел на врага, на соперника, Гарри Каспаров, и, я думаю, большинству шахматистов, любителей шахмат в зале, казалось, что да, вот гениальный Каспаров, играя в стиле Таля, жертвует, идет вперед, и вот-вот он сметет оборону соперника, а объективно позиция в пользу черных, объективно позиция в пользу черных, и вот надо отдать должное Анатолию Евгеньевичу Карпу, он, конечно, хладнокровие почти никогда не теряет, скажу, я всегда никогда не теряет, не могу, ну почти никогда, и тогда уж точно, вот он был молодой, в расцвете своего творческого таланта, 33 года, вот такая позиция, ферзь Д2, играет Гарри Каспаров, парирует идею ферзь Д4, чтобы не опасаться ничего такого на фланге, и ответ черных Д4 естественный, потому что перекропироваться-то нельзя никак, бить на Ж4 нельзя из-за радиа Ж3, а Д4, потревожили коня, что делать? Ну, если Ф6, то, что лежит на поверхности, тогда взять на С3, взять на Ж7, взять на Д2, взять на Ф8, взять на Ф8, радио Д3, слон Беже 4, взять на Д2, слон Ф3, понятно, что с двумя лишними пешками у черных лучше, понятно, что у белых есть шансы на спасение, но не более того, шансы на спасение у белых есть, спасение может не найтись, и белые должны вести тяжелую защиту, бороться за ничью, то есть понятно, что Ф6 Каспаров играть не должен, он играет конь Е2, отступает, сохраняет напряжение в позиции, и бить на Ж4 нельзя, можно было сыграть ладьей А4, но тогда белые сыграли бы конь Е4, и похоже, что у них сильная инициатива, опять же, вот, чтобы уж совсем не растекаться по древу, это заняло бы у нас бесконечное время, не буду показывать этот вариант, ход ладьей А4 был, ход конь Д5, как минимум не хуже, ход конь Д5, как минимум не хуже, и по-прежнему лишняя пешка, на Д4 правда висит, пешку белые отбирают, теперь просто лишние качества у черных, и что это такое? Анатолий Карпов сыграл король H8, здесь нужно еще учитывать то обстоятельство, что времени было мало у Карпова, у Каспарова тоже время, так сказать, истекало, но все-таки запас был поболее, и в такой сложной позиции, конечно же, фактор времени очень-очень существенный, оставшегося времени на раздумье, поскольку считать надо, надо изыскивать, отсекать неправильные решения, иногда действуют методом исключения, вот ладья Е4, видимо, ход был правильный, здесь он не был сделан, ладья Е4, ход довольно логичный, висит конь, висит пешка на Ж4, тогда белая играя Д6, понятно, что только это могло смутить Карпова, именно это имел в виду Каспаров, когда он шел на все это, бил на Д4 конем, Ф6, перекрытая диагональ на Д4, теперь нельзя ничего, ничего забрать, можно забрать на Ж4, тогда ладья Ж3, ладья Ж6 можно сыграть, что дальше, ну кони Ф5, на Ж4 вроде как брать нельзя, там конь А6 шах, конь вторгся, ну надо брать этого коня страшного и ужасного, теперь взятие пешкой, линии Ж открыто, для атаки на черного короля, ладья стоит очень уязвимо, но можно сыграть Ф5, еще раз повторюсь, подчеркну, что учитывайте спортивную ситуацию, конечно, великие шматисты играют, до времени мало, уже голова немножко гудит от рассчитанных вариантов, и вот пойти на такой вариант, где вы открываете своего короля, где пешки белых близки к этому самому королю, где слон Ж2 по диагонали свирепствует, но ладья Ж3, король Х8, тоже интересный момент, вот сыграть можно вот так вот, то, что автоматически делается, вот сыграли ладья Ж4, вот это считается автоматом, и А, все, почему все, это можно посчитать и отвергнуть вариант, срун бьет Д5, ну, ЦД, я, так сказать, следую основному направлению, король Х8 просто плохо, и, посмотрите, Ферзь бьет Д5, и ничего нет, Ферзь Ж2, что делать, ладья висит, Ферзь бьет Д4, ладья Бьет Д4, а если взять, тогда шах, закрываться-то нельзя, наш 8, Ферзь Ж7 мат, а если вперед, ну, дали шах отсюда, и дали мат, то есть, понимаете, это легко, так сказать, глядя в наши времена на экран компьютера, используя подсказчик электронный, да, здесь не то, здесь не то, надо сюда, а ведь ход владея Ж4 такой естественный, вот я уже не помню, не знаю, считал этот вариант Анатолий Карпов, рассчитывал на него или нет, но там Ферзь Ж2, еще раз повторюсь, что вот здесь вот белые играют совершенно неожиданно, Ферзь Ж2 и все, вот Ферзь Ж2, не Ферзь бьет Д5, Ферзь бьет Ж2 и все, вот, ну, король Х8 вроде, поэтому здесь надо играть, и оказывается, позиция не ясна, то есть, висит ладья, конечно, после этого что? Висит белый слон, висит ладья, две фигуры под ударом, черные отдали качество, и лучший ход за белых, это, то есть, сам принципиальный ход, Ферзь Е1, можно сыграть Ферзь Ж5, тогда у черных просто лучше, разменялись, взяли на Ф6 лишний пешок, вот, Ферзь Е1 с угрозой ладья Ж8 шаг, Ферзь бьет Ф6, и тоже у черных лучше, тоже взяли на Ф6, атака белых зашла в тупик, то есть ладья Е4, ход, который давал черным преимущество, но нужно сохранить в этом варианте хладнокровие, и оценить очень точно, очень многое, был сделан ход король Х8, так поступил Анатолий Карпов, и снова белые могут бороться не за спасение, это я с точки зрения формальной говорю, а за инициативу, за надеяться обыграть соперника, позиция сложна, примерно равна, объективно, или абстрактно, при том, что у черных лишних качеств, а у белых атака, Ж5, ну, что, так сказать, можно приложить еще очень хороший ход, теперь ладья Е4 играет Карпов, ситуация гораздо более спокойная, теперь Ф6 уже не годится, вот в чем, так сказать, суть, идея, причина, по которой король ушел на Х8, теперь Ф5, это не то, Ф6, потому что фержа 6 просто, все защищено, слон Н4 висит, слон Е1, ладья Ж4, черные перегруппировались, вот любимая Анатолия Емкарповым блокадная структура возникла, даже 5 висит, слон связан, вся атака белых, которая выглядела такой грозной, испарилась, но, белые могут сыграть по-другому, и Каспаров не был бы Каспаровым, если бы не сыграл именно так, то есть, атакован слон, атакован конь, можно сыграть Ф6, что плохо для белых, слон Ф2, слон наступает, защищает коня, пешки продолжают стоять на грозных позициях на Ф5, и Ж5, что будет дальше, трудно сказать, но слон Ж2 посматривает на черную ладью, ферзь Д5, сильный, хороший ход, я пытаюсь понять, то есть, оценить, вот если сыграть ладья Ж4, то есть, ход, который, как-то так, по-человечески, выглядит логично, ход был возможен, ход был неплох, и лучшее отражение для белых, как ни странно, вот такой размен, после чего, белые сохраняют давление, уже без ладьи, у белых два слона, конь и ферзь, при наличии этих пешек, и у них, видимо, чуточку лучше, ну, все это очень трудно, так вот, с листа, мельком, анализируя, смотря все это, трудно оценить, ферзь Д5 играет Карпов, позиция сложна, и неоднозначна, и можно было и сыграть, слон Ж3, вот так, наверное, должен был поступить Гарри Каспаров, почему? Черные не могли просто так отступить на Ж7 назад, а нужно брать на Ж4, на Д4, сейчас посмотрим, что было в данном случае, тогда и Ф6, и вот здесь у белых лучше, здесь у белых лучше, потому что, в отличие от тех позиций, которые мы видели, белые резко активизируются, и, ну, в некотором смысле доминируют, то есть, отбрасывают ладью, вот я смотрю, Ф7, как там на счет Ф7, ладья Ж3 у белых лучше, потому что атакована ладья черных, она изгоняется, и вообще у ладьи нет хороших болей, после ладья Ж3, а если вместо ладья Ж3 сыграть Ф7, что это меняет, и в какой степени? Тогда просто ферзь бьет Д6, вот, понимаете, вот смотрим на позицию, вот, Ф7 выиграли ладью, и забыли, бить на Ж5 нельзя, это все легко, считается, это видно, ну, можно взять на Д6, еще на хорошо, а после ладья Ж3, у белых лучше, вот, ну, здесь, в этом варианте, который не встретился в партии, после хода слон Ж3, который тоже не встретился в партии, сильнейшего хода белых, черные должны были взять на Д4, взятие-взятие, шаг, отступление, взятие, взятие на Ф5, скажем, А3, слон Ж6, взятие-взятие, слон бьет Д5, взятие, ничья, просто ничья, у черных лишний пеш, который ничего не значит в разноцвете, просто мертвая ничья, сухая, неинтересная и так далее. Это что? Это то, что могло бы случиться, если здесь Гарри Каспаров сыграл с рун Ж3. А он сыграл ладья Ж3. Каков мотив этого хода? Ну, не хотелось, конечно, с одной стороны Гарри Каспарову, он был преисполнен боевого задора, у него было больше времени, он все-таки завязал, навязал сопернику такую сумасшедшую борьбу и перспективные вроде позиции, хотя очень сложные. Переход с рун Бьет Д5 приводил, видимо, к уравнению. Ход Ж6 белые надо сделать. Вот когда вы видите вот в этой позиции, считаете хвост с лом Бьет Д5 и видите возможность Ж6, вы пугаетесь. В любом случае пугаетесь. Угрожает Ж7, там Даш6, белый король добирается, слобер Ж6, теперь вроде ладья Бьет Д6, хотя тут же понимаете, что можно сыграть ладья Бьет Д2 и разваливаются белые, у них атаки нет, а на Д4 конь висит, взять и на Ф2, взять и на Д4, и на Черных перевяз. Ну, а на Ф2 можно сыграть ладья Е1 вообще, прочее всего, затем взять и ничего Черные вообще не теряют. Можно дать шаг, пару шагов, ферд на Ж7 закроется, белые сдадутся. Здесь можно сыграть не ладья Бьет Д6, вот после хода Ж6, слобер Ж6, а слобер Е4. Все это, еще раз повторюсь, вариант боковой, из партии, но который очень существенно мог повлиять на принимаемые соперниками решения. Слон Бьет Е4, Ф3 Бьет, конь Бьет С6. Смотрим, считаем, лишняя пешка у Черных, лишняя пешка у Черных, и такой спокойный ход, как А6, чтобы, не дай Бог, не отдать пешку А7. Ну, белые могут разменяться, опять же, это ничья, конечно, это, конечно же, ничья, у Черных лишняя пешка, реализовать ее трудно, невозможно при аккуратной игре белых, но все-таки, если бы они си рушу у Черных, потому что у них лишняя пешка, а у белых какая-то за нее компенсация. Это по поводу схода слона Ф5, который мог сделать Анатолий Карпов, он же сделал, опять же, он, наверное, испугался хода Ж6, я просто знаю, что он испугался этого хода, но как-то, то есть ему пришел в голову этот ход, и он, имея мало времени, сыграл ладья Ф4, понадежнее, покрепче, консолидация, первая играют Ф6, естественно, пешка уходит с битого поля, позиция по-прежнему жутко сложная, лишнее качество чистое у Черных, а у белых инициатива, слон Е8. Ну, теперь вроде бы, то есть можно было сыграть попытаться Конь Ф3, я даже не буду комментировать и рассказывать, что здесь получилось бы, ход компьютерный, ход возможный, ход, не дающий белым перевес, но возможный, а был сыгран на Б5, очень естественное решение, всякий вот так поступил, то есть вышибается опора из-под коня Д5, и это для Черных неприятно, особенно, когда у них мало времени, когда все фигуры белых по-прежнему очень активны, когда над Черным коронем нависли такие пешки, и С5, ответ неправильный, Анатолия Карпова, а правильно было сыграть СБ. Вот правильно было сыграть СБ, ну, рука не повернется такой ход сделать. Вышибается опора из-под коня, стоящего на поле Д5, белые могут взять на Д5, ход конь Е2 ничего особенного не дает по причине парадоксального слона H5. Вот конь Е2, слона H5, атакован белый конь, если взять на Ф4, коня Ф4 у Черных лучше. А если сыграть слон бьет Д5, Владея бьет Ф2. Тоже слона Д5 вроде как это вот А, и нам плохо, С точки зрения чёрных я рассуждаю Взятие на d5, взятие на f4 Ферзь бьёт d5, ферзь бьёт f4 Можно сыграть ладья бьёт f2, король бьёт f2 Сферзь бьёт d5 У чёрных сколько лишних пешек? Одна лишняя пешка, но белые пешки уже не такие грозные У белых король не очень Слон чёрных не хуже белого коня Атаки на чёрного короля нет Скажем, а3, уводя пешку из-под удара Ладья g8, уже цепляемся к пешке g5 Как-то, к коне f3, скажем, можно поменяться То есть у чёрных получше, не выиграна У чёрной сильнейшая сторона Это по поводу хода cb, который мог сделать Карпов И не сделал, а он сыграл c5 Как поступил бы каждый И конь c6, вот так вот Теперь слон бьёт c6 нехорошо По причине простого взятия на c6 И оказывается, что позиция у белых просто выигрышная А ведь понимаете, вот слон бьёт c6 бы многие сыграли Цейкноте находясь, а Карпов не сыграл Слон бьёт c6, bc и у чёрных просто выигрышная У белых выигрышная позиция Потому что пешка c появилась проходная Слон ожил И атаки, или контратаки на белого короля нет То есть просто совсем плохо, лучший ход конь бьёт f6 Может быть ладья f5 Оба хода плохие Ну скажем, давайте сделаем ход ладья f5 Такой, а какой у меня ход? Основной Да, ладья f5 у меня основной ход Тогда ладья d3 Угрожает взятие на d5 Конь f4 Теперь ладья e3 Ферзь куда-то отступает Ну шах давать смысла особого нет Ладья e1 можно сыграть Теперь ладья e7 Ферзь c8 Слон е3 Конь бьёт g2 Ферзь бьёт g2 И оказывается, что вот в этом положении Где у белок не хватает качества У них совершенно выигрышная позиция Полная доминация Все чёрные фигуры скованы Защитой Новые проходные пешки могут образоваться В случае с ладья e8 По диагонали что-то произойдёт Вот я думаю На ладья e8 f7 можно сыграть Чтобы на взятие сыграть ферзь b2 Шах Ну наши ладья и говорят Ферзь e4 чище Выигрывает Верим им Выигрывает Короче говоря Слон c6 плохо И Карпов сохранил Однокровие Он сыграл ферзь a1 шах Что делать? И вот что делать Это очень важный момент И ещё один пуант Понимаете Когда всё держится на нюансах И нюансы неочевидны То На, скажем так Специалиста Профессионала Ценителя шахмат Это производит Очень большое впечатление Здесь Мог Гарри Каспаров Почти выиграть партию Сыграв Очень странно Слон e1 Он сыграл слон f1 Как после первого каждой Слон e1 Чём хитрость? Слон c6 Ну надо всё-таки Этого коня уничтожить И теперь g6 Вот на этом нюансе Держится замысел То есть Если здесь сыграть bc Тогда ладья d4 И всё в порядке у чёрного А вот после g6 Белые На взятие своего коня Отвечают Тычком таким Угрожает g7 шах Что делать? Если hg Тогда ладья h3 Затем слон бьёт d5 Ну ладья f7 Можно, конечно, сыграть Там взяли-взяли Дали шах Ну и Просто выиграли партию Лишние фигуры Решающая атака Вот А если сыграть здесь Слон бьёт d5 Тогда ферзь бьёт d5 Ладья f7 Шах 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 И мат Ну вариант легко считается Всё понятно То есть hg играть нельзя И g6, конечно, ход пугающий Есть ход ладья d8 Вот Подставились под всё У чёрных лишний ладья Но у белых страшные пешки Что делать? bc Надо забирать этого слона d5 подвисает Правда Висит относительно Но пешка g живая Есть ход ферзь d4 Размен Размен cd Теперь ладья g5 Конь f6 Теперь слон идёт вперёд Ну и в общем белые Эту партию Должны выиграть Если король h7 Тогда вот такой сброс Сброс, сброс, сброс Надо играть ладья f8 Если король бьёт g8 Но если взять ладью То слон бьёт f4 И всё Если взять Если играть ладья f8 Тогда Всё равно Лёгкий выигрыш После вот хода слона h3 И c8 ферзь Белый лишний Два слона Это по поводу хода Король h7 плохого Но здесь можно Сыграть чёрными Король g8 Это меняет Рисунок боя То есть ладья g6 Лучший ход за белых У белых веншпиле Не хватает качества Но чёрная ладья под атакой У белых две связанные Прокодные пешки Пешка c7 опасная Ладья f5 Слон h3 Ладья бьёт Взятие Слон бьёт c7 Размен Размен И слон e5 Позиция у белых Объективно выигрышная Защищаться Пытаться спастись можно Но Наверное Не удастся Важно ещё что Что в окончании Два слона против коня Без пешек Два слона выигрывают То есть Ход слон e1 После чего возникали Вот такие варианты Которые я вам показал Видимо просто выигрывал За Каспарова партию Но Люди есть люди И времени уже поджимало Это был 37-й ход И это 37-й ход 38-й Слон f1 Был сделан Когда Остаются считанные минуты Счеты и секунды Но не секунды Минуты В такой сложной позиции Трудно Трудно просто физически понять Что вот надо Оставить слона g2 Который атакует Слона d5 Что слон f2 Не столь существенный Что можно им закрыться И оставить его В подвешенном состоянии Этот ход выигрывал А ход слона f1 Ну Совсем другое дело Ладья f5 Теперь нужно было играть Белым Ферзь e1 И У них хуже Вот после хода Слон f1 У белых хуже А Ну Ферзь e1 И давал шансы на спасение Давайте все-таки Сделаю пару ходов Чтобы просто было понятно Взятие-взятие H6 Разрывается Вот эта структура белых Черные остаются С лишним качеством Белых компенсации Позиционные И так далее А ход g6 Который Каспаров Гордо так решительно Сделал На висячем флажке Это 39-й ход После этого белым Нужно было сделать Еще один ход Который был Два с половиной На 40 Потом доигрывание Анатолию Евгеньевичу После g6 Надо было сделать Два хода Как поступить Слонберг g6 И на самом деле Черные Выигрывают Но как? Взятие Взятие И вот 40-й ход Если бы это был 41-й ход Я думаю Карпов нашел бы Правильное решение Здесь важно Что не hg Конечно Из ломатов Два хода Это понятно Это видно И не ладья бьет f6 Как поступил Карпов А ладья бьет f2 Вот этот промежуток Приносил победу черному Почему? Если король бьет f2 Тогда конь бьет f6 На доске Лишняя фигура У белых Но Угрожает скрытый шах Отскок Конь e4 Висит ладья Потом конь h7 На ферзь h6 То есть это реальные Висения ладьи Плохо просто у белых Безнадежно Если сыграть не король бьет f2 Ферзь бьет f2 Тогда hg Теперь уже ферзь h6 Шах и ферзь g7 Мат нет Но можно дать шах Там можно что-то такое поделать Связать коня Ладья бьет f6 Ферзь бьет d5 Король g7 На доске что? Ладья и две пешки у черных За две фигуры белых Но шахи кончаются Можно дать шах Там черные легко уходят От шахов С помощью ладья f7 А тут что? Ферзь c1 Черные консолидируются Ну можно как-то вот так играть Но объективно Эта позиция конечно Выигрышная у черных Пешку c Предъявили Важно что? Что на ферзь c4 Там мат черный Белый просто получают Черные подтягивают ферзя И вместе с ладьей Они дают мат белому кролю После ферзь e3 А если конь d4 Тогда ладья g6 Затем ладья h5 Затем ферзь f4 Ну и снова Доминация черных фигур И выигрышная позиция Но это был сороковой ход Вот Сороковой ход В такой напряженнейшей партии Считанные секунды на часах И естественно Видя что бить на g6 нельзя Угрозы белых есть Ладья бьетов 2 карпов Не нашел Не знаю что там Не решился как-то Сыграл ладья бьетов 6 Он считал 6 У него все равно преимущество И кажется на первый взгляд Что это действительно так На самом деле это уже не так Взятие Ферзь бьет f6 Ферзь e1 Ну Может быть черных получше А может уже не очень-то Король уступает Холоднокровный на h2 Уже контроль был пройден Какие-то секунды Минуты у Каспарова оставались Быстро делали соперники ходы Не торопясь откладывать Слон g3 Ладья бьет g3 Ну собственно вот Вот на этом все закончилось Потому что После ферзь g3 Ферзь бьет f1 То есть доигрывания уже не последовало Доигрывания не последовало Я показываю вариант Который является основанием Для соглашения на ничью Без доигрывания Вроде бы у черной две лишние пешки Карпов издалека Идя на все это Решил что вот я иду сюда Надежно Там какие-то щетки Там непонятно что Там заваруха Там можно что-то зевнуть Хотя объективно Радья еда выигрывала Форсирован за черных А тут две лишние пешки Ну одну заберут Черные на а7 Белые на а7 Будет ничья Будет ничья Будет все равно выигрыш А на самом деле Вот здесь Белые играют На самом деле Вот я погорячился Я погорячился Ферзь g3 Вот здесь Была партия Зафиксирована ничья Ферзь g3 Рано Присудил Здесь не ферзь бьет а7 Тогда у черных лишние пешка И большие шансы на победу А ферзь g3 И никуда от вечного шаха не идти На а6 идти вообще не то Потому что тогда ферзь h4 Если король g7 Тогда ферзь g5 И ферзь бьет d5 Теряется конь Если король g6 Тогда ферзь e4 И в случае ферзь f5 Взять и взять И выигрывают белые И после того Дают вилку И забирают фигуру тем самым Ход король h8 Это ферзь g8 И ферзь g3 Повторение позиции А ход к ферзь f7 Это конь d8 Вот этот ход спасает белых Конь d8 То есть уже это было За пределами За кадром Это был анализ Отложенной позиции И на доске Это было не воспроизведено Но конь d8 легко считается Ничья Потому что если король e8 Тогда шах На d7 идти нельзя Ферзь бьет d5 шах Ферзь f8 надо играть Теперь ферзь бьет d5 Но черные делают ничью Просто уже давая Вечный шаг белому королю Но они не сильнейшая сторона Это ничья А если король e8 Тогда ферзь d6 Конь e7 Конь e6 Конь g5 шах И никуда не деться От этих шахов Потому что На b6 отдавать еще Это уж совсем не то Король d6 И взятие Это у белых перевез А король e8 Или там куда-то на восьмой ряд Но на e8 Тогда белые повторяют шах И получается ничья Ну вот такая вот Сумасшедшая партия Вторая партия Первого матча Между Карповым и Каспаровым Матча 1984 года Много в этом матче было событий И концовка драматическая И так далее Но вот если говорить все-таки Обо мне И о моих впечатлениях То может быть Этот поединок В котором два шахватных титана Играли Еще так сказать Ни Каспаров Потерпев четыре поражения Не попал в гроги Ни Анатолий Карпов В конце матча Яиско снидивший свой потенциал Это было действительно Жесткое и очень зрелищное Противостояние Причем вот завязка Случилась в самом раннем дебюте Так что я думаю Что вы со мной согласитесь Что действительно Это выдающееся событие То есть в творческом плане Вот просто смотришь на эту партию И что называется балдеешь И не случайно Я предложил ее вашему вниманию Ну что ж На этом наш очередной выпуск Из цикла Памятные шахматные партии Знаменитые шахматные партии Самые зрелищные шахматные партии Подошел к концу Я по традиции призываю вас Ставить лайки Подписываться на наш канал Хоть скоро Вы И если вы не подписались На него ранее Слава богу Что общее число наших подписчиков Уже перевалило за отметку Десять тысяч Ну обыгрывайте друг друга Шахматы Играя с ними Как по удаленке Так и очно И если будет настроение Поддерживайте нас Поддерживайте нас Ну а мы в ближайшие дни Начнем Рассказывать О Супер турнире В Вейконзее Которому не помеха Ни эпидемия ковида Ни даже вторая мировая война В свое время В эти годы Голландия конечно была Не столь пострадавшей Как многие другие страны Но все равно То что даже В Такие Непростые И голодные годы Второй мировой войны Турниры Вейконзее Продолжались Это Большое дело А это говорит о многом И именно в этом турнире Мы будем рассказывать вам В ближайшие дни А пока До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова